Привет, друзья! С вами Ван Полторашка, и сегодня я расскажу вам про скандал, разразившийся их до Battlefield 4. Как вы уже, наверное, все знаете, осенью состоялось великое противостояние новых шутеров – Call of Duty и Battlefield 4. Поскольку с года в год Call of Duty занимает первое место во всех рейтинговых продаж, создателям Battlefield пришлось немного поторопиться, чтобы успеть выпустить игру раньше своего конкурента. И что в результате? Серия Battlefield сейчас переживает не самые лучшие времена. Полно дыр в мультиплеере, из-за которых разработчики не могут начать делать DLC. Стоимость акций Electronic Arts начала падать, инвесторы недовольны, а игроки в недоумении. Но это только начало. Если в ближайшем будущем ситуация не справится, издатели ждут серьезные проблемы. На днях инвесторы наняли юридическую компанию Holzer, Holzer & Pfister, которая займется расследованием происходящего. Юристы тщательно проверят все заявления руководства Electronic Arts, сделанные с июля по декабрь текущего года. И на основе полученных данных составит заключение, в насколько сильное заблуждение вводил издатель своих владельцев, когда говорил о огромных продажах и влиянии Battlefield 4 на итоговую прибыль компании. Юристы проверят, нарушал ли Electronic Arts законы США. Всех инвесторов, купивших акции компании, уже попросили связаться с адвокатом Диком Маршалом, с целью обсуждения юридических прав в этом деле. Некоторые игроки уже потребовали вернуть им деньги, потраченные на подписку BF4 Premium. Чем все кончится, пока сказать сложно, а на сегодня все.